С великой радостной вестью людям рассказать о Христе, о спасении. Да, но я не православный. А какой? А какой же он? Понимаешь, у меня Божья нация. То есть язычник? Да, Иисус Христос кем он был. Иисус Христос кем был? Это Бога-человек, второе лицо Троицы. Ну, папа еврей, мама еврей. А он что такое? У него папы нету на земле. Значит, вы не знаете. Это вы рассказываете о ком-то другом, не о Христе. Не, ну Иосиф, который его отец. Ну, Иосиф только, Иосиф охранял только. Он никакого отношения-то не имеет. Он не отец ему. Как не имеет? Она что, ему изменила, что ли? Вот понятно, что вы сейчас уже огородите, что вы Игорь Ангелий не считали, и теперь по плотскому уму рассуждаете. Взрослый человек. У нас своя религия, правильная. Ну, Евангелие от Луки-то, прочитайте, там же написано. У нас есть Тора, Тора, знаешь, такая Тора. Тора, еще бы Тора, не знаю. Это Пятикнижья Моисея, Бытие, Исход, Левит, Торозаконие, Числа. Ну, и что там написано, что Иисус Христос был? А о нем ничего там не написано. Написано только так, 17 глава, 5 стих, кажется, там говорится, 15. Среди вас воздвигнет Господь, говорит, пророка, как меня, его слушайте. О Христе предсказание, 53 глава пророка Исаии. Кого распяли евреи? Кого? Который пришел спасти их? Еврейки к этому не имели отношения. Это римляне распяли. Как так? Не надо. Вот так вот, видишь, плавно. Но скажите, 53 глава Исаии пророка о чем говорит? Да я не знаю, я не считаю таких. Ну, да как же так? Пожилой человек и не знает. Это сказки. Сказки есть. Сказки? Красивая и интересная сказка. Видишь, вот, вот правильный герб, правильный флаг, правильная религия. А это все, это такое уже, знаешь. Но вы Машаха ждете? Ну, конечно. А кто он будет, откуда, откуда он будет, придет, откуда? Смотри, в Украину он уже пришел. Уже пришел? Да, Зеленский, Зеленский, как ты думаешь? Здорово. Он же Евреев, он же... Он будет из колена Данова. И будет царствовать над всем миром 42 месяца. Кто, Зеленский? Машах. А, Машах, да. Может быть. Надо видишь и подниматься мертвые. Машах. То есть это Антихрист придет, Антихрист. Как нету, это он есть. Истинный Мессия пришел, его евреи распяли, говорит, кровь его на нас и на детях наших. И они столько претерпели, бедные. Не, евреи к этому не имели отношения. Никакого отношения не имеют? А за что же их преследовали? Это римляне. Римляне. А скажите, за что их преследовали всегда и везде? Это вот такие вот разные эти оговоры. А это, они сами на себя накликали это? Смотри, евреи могли закидать камнями. Но распять это римляне делали. Уже даже папа римский покаялся перед евреями. Правильно, правильно. Это пример. Потому что евреи никакого отношения к смерти Иисуса не имели. Он поэтому перед ними извинился. А вы знаете, благословение, что такое? Да нет, я не заморачиваюсь такое. Ну вы знаете, что такое благословение? Я в это не заморачиваюсь. Ну я вам скажу, если не знаете. Если хочешь быть благословен, никогда не поноси семя Авраамова. Никогда. Благословляй его. Ага. Да. Ну я скажу, у вас в России уже пришел этот антихрист. Это Путин. Слышал он, как его это хотел? Путин антихрист. Сюкотским. Да люди, которые не признают Христа, это антихристы и есть. Евангелист Ян об этом пишет. И гудяю, и гудяю. Это люди против России. Это они хотят уничтожить Россию. И главное, что он говорит, вы все помрете, а мы попадем в рай. Это кто, кто говорит? Путин сказал. А? Вы все помрете, а мы в рай попадем. А почему он так сказал? А потому что все за границей, все люди неправильные. А те, что в России живут, они все правильные. Не поэтому. Дело в том, что везде обложили ракетами и говорят, ну ладно, вы нас сожжете в атомном огне. Мы пойдем в рай. А вы все сдохнете. Так он же нападать собирается на всех. Это же он делает оружие. Ты посмотри, яберные двигатели какие-то. Двигатель взорвался, люди погибли в Архангельске. Да. И не только в Архангельске. Пилотка там тоже. А Чернобыль где? Чернобыль где находится? В какой стране? Чернобыль в Советском Союзе. Ну а сейчас где эта земля? Кому принадлежит Чернобыль? Ну сейчас в Украине. Вот Украина. Вот об этом речь и идет. А скажите, Полынь, Полынь по-украински как? Полынь. Полынь, я не знаю. Черное быдлее. Это предсказание было о нем. Черное быдлее. Ну, может быть. Ну ладно пока. Может быть. До свидания. До свидания. До свидания. Так, до свидания пока. До свидания. А? Вы на наших ресурсах никогда не были? На каких ваших ресурсах? Ну, Ютубе. Сайт. Форум. Не. О, многое потеряли. У нас Ютуб есть. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А четыре слова зарядите. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А вот зарядите, посмотрите. Хорошо, отец. Давай, удачи. Возвести великую радость, которую Бог даровал людям через Слово Своё, что Иисус Христос был распят и воскрес для нашего оправдания. И Он может прощать приходящих с покаянием. Вот для этого мы и пришли сюда. Понятно. Вот если у вас будет желание больше узнать, вы два слова запишите, я скажу, вы всегда нас найдёте. Ну да, вы по скайпу найдёте нас. У нас большой Ютуб. Очень большой канал. 17800 роликов. Ого. Да. 43 миллиона просмотров. Офигеть. Да, у нас всё там о Боге, о вечности. Вы увидите, как у нас женщины, девушки одеваются, как свадьба справляется. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Мы строим православную деревню. Вам будет это очень интересно. Вы запишите два слова Игнатий Лапкин в скайп. Хорошо. Я сейчас прям найду. Вот, можете прямо сейчас и найти. А Ютуб называется «Во свете Библии». Ютуб-канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Заряжайте. Да, всё. Ого. И вопросы будут какие, можете задать. А это вы, да? Да. О душе, о вечности, для чего живёт человек, что за гробом будет. Мы же все смертные, надо думать об этом. Нашли? А что будет за гробом? Евангелие от Марка, 16 глава, говорит «Верующий в Сына Божия». Это кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. За гробом только два места есть – рай и ад. Те, которые омытые кровью Христа уверовали, они будут с Богом в Царстве Небесном. А которые жили во грехах, не признавали Бога, они пойдут в ад. Вечное мучение с сатаной вместе. Вот рулетка эта, она вся сгорит. Тут только так, разврат, один сквернословие, безобразие. Да, тут да. Мы своим сёстрам, женщинам не разрешаем даже подходить сюда. Да, да. Вот если вы зайдёте на наш YouTube, вы увидите, как у нас одеваются. Два платка, женщины все, мужчины все с бородами. Они знают своё место. У нас нет того, чтобы женщина руководила. Женщина за мужчиной, как за скалой должна стоять. Полное доверие, защита. У нас, я говорю, нет ни одного аборта и ни одного развода. А в стране сегодня 86% разводов первые три года. Ого! Ну да, другого нету, ничего. Потому что ещё люди безбожники. Обман, матеркист, сквернословие. Десятки раз женятся, блудят. Вопросы, если есть, можете задать. А вы где живёте? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Я в Москве живу. С Богом. Как звать-то? Меня? Да. Алёна. Как? Алёна. Алёна? Это Елена. Елена означает пальма. Пальма. В переводе на русский язык. Так, будь прямая, стройная, для Бога расти кверху, а не не в землю. А что означает Татьяна? А? А что означает, ну, на русский слово Татьяна? Ну, имя. Знаете, что-то я прямо не могу понять, что говорите. Погромче. А что получается такое, ну, имя Татьяны, если Елена это пальма, а... Татьяна, что означает? Да. Так, минуточку. Сейчас я посмотрю, что-то давно не смотрел. Так, минуточку. Сейчас Татьяна. Это легко посмотреть. РССТ. Татьяна. Татьяна. Тараж... А, да, это женский. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот они, женские. Татьяна. Знал главный? Что тут забыл? Татьяна. Интересно? Нету. Это римское дело, деканец. И перевода нету. Даже очень интересно. Что-то я знал, не знаю здесь сейчас. Не могу прямо ответить. Я раньше вот в школах преподавал, вёл занятия. В пяти университетах я всегда отвечал на все вопросы. А тут давно не задавали. Татьяна. А вы в школе по какому предмету были? А? А вы в школе по какому предмету были? Предметы какие? Значит, а география, это по житиям святых. Мировое искусство. Ответ на вопросы. И Новый Завет полностью проходили. Это у меня программа пяти лет была. И эти все вопросы, ну большинство сохранились. И сейчас их у меня озвучивают. 4 124 ответа я даю. По радио, три радиопрограммы вёл. Татьяна, по-моему, учредительница. То есть что-то учреждать надо. Даже не ожидал, что тут нет такого. Важный такой календарь. Вот так. Если вы зарядите в скайпе, Игнатий Лапкин, вы меня найдёте. Я вам сразу скину наши материалы. Запишите себе. Это от Бога наша встреча. Да. Потому что, ну не каждый день тут получишь такое. Я могу вам отвечать на все ваши вопросы. Я 57 лет преподаю. У меня огромный-огромный опыт. А я вас в ВКонтакте нашла. А, ВКонтакте? У меня там есть, но я только туда не хожу. Там администрация работает. Там у меня тоже есть. Ну там я раз не захожу, поэтому никак. А вот в скайпе я сразу отвечу. Или даже на ютубе. Игнатий Лапкин. В скайпе. Скайп. Как так? В скайпе нет у вас. Ну и через кого-то можете найти. Если вы зайдёте на сайт, а сайт через Google, там вы найдёте 43 книги моих, которые у меня вы... 38 в бумажном варианте выше из пищати. Вам будет очень интересно всё это посмотреть и посчитать. Государственные фильмы у нас снятые, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Я начальник детского лагеря, почти 48 лет. Что-то заклинило, не идёт дальше. Ну пока всё. Здравствуйте. Добрый день. Я вообще искренний. Мы пришли в рулетку сюда, чтобы людям рассказать о Спасителе Иисусе Христе, который умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания, чтобы мы покаялись перед Ним и жили для Бога. А вы верующий? Да, я верующий, православный христианин-проповедник. Я тоже христию. Ну вот. У вас церковь-то есть там, где вы находитесь? Да. А в доме у вас Евангелие есть? А? Евангелие, книга Евангелия, есть Библия? Библия есть. А показать можете? Нет, не могу, она в другой комнате. У бабушки в другой комнате, а бабушка спит. Это все одинаково врут. Брехуны. Бога не бояться. Ну, что ж такое? Самое простое, Библию показать, я показал, вот она на столе. Как она в другой комнате? У меня в какую комнату не пойду, везде в кармане, везде Евангелие лежит. Это жизнь, это книга жизни. Конечно. Да. Вот если вы желаете, чтобы вам еще встреча была, вы два слова запишите, Игнатий Лапкин, и через скайп меня найдете. Конечно, найдем. А если в Ютубе, нужно во свете Библии, Игнатий Лапкин. У нас очень большой Ютуб, 17800 роликов. Хорошо, дед. И просмотров там у нас 43 миллиона. Я сам из Крыма. Из Крыма? Да. Вот как? Ну, как вам мост-то сделали? Хороший мост? Большой и огромный. Понятно. А мы там были. Какие у вас там главные города? Как Севастополь, как Севастополь. Так. Вот. Там во всех библиотеках мои книги есть, 38 томов. Лапкин, Игнатий, ты можешь спросить и посчитать. Хорошо. Ну, все тогда с Богом. И вам, конечно. Вот мы пришли сюда с великой радостной вестью. Чтобы вы могли сказать, есть у вас такая книга или нет, которая отвечает на все вопросы. У вас Библия есть дома? Не знаете? Ты неправильно крестишься. Нужда, говорит, постигнет, научит, а лучую есть. Так и молитва. Так. Вы можете зайти на наши ресурсы и канал открыть наш. Ютуб. Это Андрей. Спасибо. Спасибо.